МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Гул вертолетов и полицейских сирен, взрывы, захват заложников и новые жертвы. Париж замер в ожидании развязки теракта в Шарлеевдо. Начались бои, обстреливали нас тут почти безпередно. Как меняется тактика боевиков после очередного путинского конвоя? Кто нажился на закупке угля из ЮАР и почему украинский уголь продают в Россию? Погони, захват заложников, стрельба, эвакуация школ и смерть главных подозреваемых в теракте, братьев Куа-6. Сегодняшние события в Париже, находясь там на месте, отслеживает наш корреспондент Елена Зорина. И буквально через несколько минут мы дадим в эфир ее сюжет, а пока продолжим к другим темам. Очередной путинский конвой, очередное усиление обстрелов наших позиций. За сутки украинские силовики потеряли четверых бойцов. Террористы обстреляли из артиллерии школу и жилые дома в поселке Станица Луганская, в Донецке. В результате перестрелки между боевиками погибли двое мирных жителей. Под Мариуполем находится наш корреспондент Эльвина Сидбулаева, она с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие последние события? Что под Мариуполем сегодня? Да, Наташа, в течение четырех часов наши позиции подвергались почти непрерывному обстрелу. Террористы огонь открыли со стороны села Октябрьска. Обстрелы продолжался около четырех часов, и боевики использовали и минометы, и артиллерию, и грады. Наиболее интенсивный обстрел был недалеко от села Гнутова. Сначала освещали, потом артиллерии накрывали. На протяжении четырех часов, по всей линии фронта. Территория для настоящих мужчин опасна и сложна. Ну, ничего страшного, справляемся. И сегодня мы побывали на окраине точки территории контролируемой украинской армии, это Заволновахы. Там находится 28-я бригада, их регулярно обстреливают. И во время минометной атаки боевиков двое украинских солдат погибли. Снаряды попали прямо в окоп с нашими бойцами. Известно, что один из Одесской области, второй из Ченкасской. Минометы 125-го. Вот с этой стороны были. Попало в окоп, и осколки пищли в окоп. Тут находились два наших солдата. Одно получилось сразу насмерть, а другого в машине. Не довезли до госпиталя. Жалко, конечно, хлопцы, жалко. Теряем. И почти два километра от 28-й бригады уже территория подконтрольна террористам. Оттуда постоянно ведется артобстрел, по данным нашей разведки. Там находится не меньше трех сотен боевиков. А из техники это танки САУ, БТР, БМП. И после очередного путинского конвоя террористы явно активизировались. Вот этот флаг, он и символизирует сегодня, что здесь проходит линия фронта. Сзади вы уже видели так званые самозванцы ДНР. После гум-комбоя возрастает опасность. Стреляют с миномета в основном. С расстояния 2-3 километра. Засечь, грубо говоря, их невозможно. Они отстреляли и уехали. Там Аленовка, Донецк. Противник там. После нас уже стоят позиции противника. И в последнее время активизировалась и воздушно-вражеская разведка. Особенно в районе населенных пунктов Водяное, Лебединое и Тополино. Вот это вся информация на эту минуту. Наталья. Спасибо, Эля. Эльвина Сидбулаева была с нами на связи. Рассказала о ситуации под Мариуполем. И сейчас у нас есть связь с Русланом Смещуком. Он работает в зоне АТО. Руслан, здравствуй. Какие новости у тебя? Наталья, в первую очередь я хотел бы извиниться за качество видеокартинки. Дело в том, что из-за внезапного изменения погоды видеосигнал очень плохой. Сегодня мы работали в поселке Песке. Это район Донецкого аэропорта. И вот после захода очередного путинского конвоя, ротации боевиков, там начались полномасштабные боевые действия. Все то время, что мы находились там на позициях, слышали работу артиллерии, минометов и постоянную стрельбу последние сутки, боевики постоянно стреляют по позициям украинских войск в поселке Песке. У нас тут загострилось сразу. Начались практически бои. Обстреливали нас тут майже без перерыва, ну, с разной интенсивностью просто. На аэропорте мы имеем одного пораненого. Ну, то есть, как бы, перемирие, оно лишь, может быть, на пропере и в умах политики. Вот так же боевики при атаке на оппозиции украинских военных в поселке Песке, кроме тяжелой артиллерии, используют танки, снайперов и разведдиверсионные группы. В первую очередь пытаются выбить корректировщиков огня, таким образом ослепить украинскую артиллерию. Это было прямой наводкой по точкам, которые они уже знают за здравый коррект. Ну, мы корректируем звездом огонь весь нашу артиллерию и наших бойцов, которые находятся на позициях. И получается, им необходимо просто знищить наши корректированные точки, потому что это и наши очи, и наши вуха. Им не вдаётся на данный час, потому что наши все хопцы швидко реагируют на это и дают достойную відсижимость. В поселке остаётся всё меньше и меньше целых неповреждённых взрывов домов, но там, прямо в эпицентре боевых действий, продолжают выживать люди, выживают без света, без продуктов, в условиях постоянных обстрелов. В основном это старики, которым просто некуда бежать. Куда ехать, сынок? Куда? Вам некуда? Некуда. Тут лучше. Смей дом. Погибнут так дома. А теперь нас двое. И двое, четверо осталось. И там два, и там четыре. И все люди тут. В одном из таких домов мы обнаружили пенсионерку, которая пряталась в полуразрушенном здании до стрелов, но после очередного взрыва дверь заклинила, и женщина в течение трёх суток тщетно звала на помощь, вот оставаясь буквально замурованной. Три дни, да, вот так вот сюда? Да. Кричала. Он подал вид, что он не чует. Кому ты кричала? Меня кричала? Надю Крис звала, ктось стукал. Сюди, сюди кричала. А что я через векно, я ничего не могу. И никуда пробовала, не могу вылезти. Я поковырала уже стену даже, кипятком, что я только не робила. Я кучерошку даже погнула. И разгинала, и выгинала. Вот вместе с другими местными жителями мы освободили эту женщину. Сейчас она в относительном порядке. Но вообще вот такие брошенные старики, это серьёзная проблема. И выживают они в основном за счёт, при помощи военных. Они делятся с ними едой, оказывают помощь. Также делятся топливом. Ну, на данный момент у меня всё. Студия. Спасибо тебе, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. Кого не коснётся четвёртая волна мобилизации в Украине, пояснили в Генеральном штабе. Итак, не призовут мужчин, которые относятся к следующим категориям. Непригодные к воинской службе по состоянию здоровья, по решению медкомиссии, студенты и аспиранты высших учебных заведений, но лишь те, которые учатся на дневной форме, заучникам вполне могут принести повестку. Не подлежат призыву священнослужителей, а также тех, кто ухаживает за недееспособными родственниками или инвалидами. Останутся дома многодетные отцы и ещё одна категория непризывников – это жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Напомню, до апреля Минобороны планируют мобилизовать в два этапа 50 тысяч человек. 260 тонн продуктов отправили сегодня в оккупированный Донецк гуманитарным рейсом Рината Ахметова. В грузовиках сахар, макароны, крупы, консервы, подсолнечное масло, мука, печенье и сгущённое молоко. Все эти продукты расфасуют в продуктовые наборы уже на Донбасс-арене. Перед отправкой в Днепропетровский груз и документы на него проверили представители батальона Днепр-1. Именно они в декабре блокировали отправку в Донецк гуманитарного груза. Претензий к товару нету, машина опломбирована и дальше будет следовать до конечной точки без дополнительных досмотров. Гуманитарный штаб должен доставить в Донецк и Луганскую область 8 тысяч тонн продуктов. Это позволит сформировать 500 тысяч продуктовых пакетов. Вся помощь предназначена мирным жителям Донецка и Луганской областей. У штаба есть сформированные прозрачные критерии, кому полагается эта помощь. Первый человек это малообеспеченные люди, это многодетные семьи, это пенсионеры старше 65 лет. В оккупированных городах люди ждут тепла, мира и спокойствия. Как они выживают сегодня? Давайте послушаем обычных людей из Донецка и Луганска. Привожная обстановка продолжается. Продолжается отдельный ингредиент. Мы слышим где-то за городом в постоянном волнении от того, что очень много техники военной, очень много военных, они везде в магазинах, в центрах, где предоставляются услуги. Куда бы ни зашел, везде военные, в транспорте, в общественном. Постоянно люди в военной форме. Очень много оружия, мы также наблюдаем это и у военных, и предполагаем, что на руках очень много оружия. Город в постоянном стрессе находится из-за того, что мы просто в каком-то эпицентре военных действий. Ну, в Донецке продолжаются сильные морозы и сильные обстрелы. Сегодня по избирам аферному обстрелу подверглись два района, Петровский и Куйбышевский. Есть разрушения, повредены линии креторопередач, не работают котельные. Такой мороз, это ужасно, это люди за выживание должны бороться. В городе чувствуется нехватка денег, потому что начали ходить железные монеты уже очень давно. Это наблюдение, наблюдала я не раз, что в маршрутках, если даешь даже 5 гривен, то сдачу 2 рубля дают чуть ли не по 10 копеек. То есть, собирается, наверное, вся мелочь, чувствуется нехватка денег. Надеются люди получить второй раз пенсию, но ходят только лишь слухи. Денег катастрофически в городе не хватает. То есть, даже закупить элементарно бабушке, закупить на зиму продуктов, экономия очень жесткая идет. И вернемся к теме Парижа. Я напомню, сегодня там ликвидировали главных подозреваемых в теракте братьев Куаши. Сегодняшний Париж в материале Елены Зориной, она во Франции. Это самый крупный магазин кошерных продуктов в Сен-Манде, предместье Парижа. Он находится очень близко к еврейской школе. В кошерном супермаркете удерживаются 5 заложников. Двое мужчин, две женщины и ребенок. Большая часть покупателей супермаркета успела бежать, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина открыл огонь. Сообщают о двух погибших. Говорят, что жертв может быть и больше. Из всех школ, что неподалеку, эвакуировали школьников и учителей. Жителям близлежащих районов рекомендует оставаться дома. Магазины и рестораны в еврейском квартале Море закрываются из соображений безопасности. Сюда не доедешь ни на метро, ни на такси, ни на машине. Только пешком можно дойти. Движение в округе перекрыто. Уже известна личность террориста. Это Амиди Кулебали. Ему 32 года. У него есть сообщница. 26-летняя Хаят Бумидьен. Перед тем, как напасть на кошерный магазин, они убили женщину полицейского. Кулебали угрожал убить своих пленных, если полицейский спецназ предпримет попытку штурма типографии в городке Демартен-Ангуэль. Там два террориста, расстрелявшие редакцию Шарли Хебдо, братья Куаши, удерживали заложника и с утра были блокированы полицией. Полдня полиция вела переговоры с террористами, которые спрятались в здании типографии. И вот два часа назад спецслужбы Франции начали штурм. Как стало известно, братьев Куаши застрелили. Заложник остался жив. И почти одновременно началась спецоперация по освобождению заложники в кошерного супермаркета. Кулебали тоже погиб. Еще известно о четырех жертвах. В президентском дворце в Париже прошло экстренное совещание. У Франсуа Алланда собирались ключевые министры. Министр внутренних дел Бернар Казнев докладывает, под ружье поставлено 88 тысяч сотрудников безопасности. На улицах Парижа действительно очень много полицейских. Многие синагоги отменяют службы. Но уже в воскресенье в столице Франции запланирован многомиллионный марш памяти погибших при нападении. Ольга Головина, Елена Зорина. Подробности телеканал Интер. Как стало известно, в марше памяти примут участие мировые лидеры британский премьер Дэвид Кемерон, его испанский коллега Мариана Рахо и глава Европейского совета Тональд Туск. А в эти минуты президент Франции Франсуа Алланд готовится выступить с обращением к нации в связи с терактами в столице Франции. И буквально только что стало известно, что во французском Монпелье преступники взяли в заложники двух человек при ограблении ювелирного магазина. Связано ли это событие с терактами в Париже, пока неизвестно. Президент Украины не видит разницы между террористической атакой во Франции и действиями террористов на востоке нашей страны. Об этом Петр Порошенко заявил во время визитов посольства во Франции в Киеве. Глава украинского государства выразил соболезнование французскому народу в связи с терактом в офисе издания Шарли Евдо и присоединился к международной акции солидарности в борьбе с терроризмом Жусвий Шаглей. Мене вразила акция журналістов и простых граждан Франции, которые вышли на улице Парижа, близо к офису Шарли Хепдо. И сотни людей, сотни журналістов подняли руки в знак солидарности с журналістами. Бо свобода слова є першим пріоритетом демократии. І саме це я продемонстрував і в французському посольстві. Я підняв ручку і висловив словом, який сьогодні об'єднує весь світ. Жусвий Шарли. Сьогодні український народ разом з Францією. Украина в результаті первих закупок южноафриканського угля потеряла почти мільярд гривен. Точнее 846 мільйонів. Об этом во время заседання парламентського антикоррупційного комитету заявив первый замначальника Главного следственного управління ГПУ Святослав Лаганяк. Його обвинения были адресованы не бывшему министру, а директору госпредприятия «Укринтерэнерго» Владимиру Зиневичу. Впрочем, ні його, ні Юрия Продуна на заседании не було. Що же касається українського угля, который остался на оккупированных территориях, этот уголь продають в Росію. В частности, СБУ располагає доказательствами причастности к таким махинациям одного із руководителей террористической ЛНР. Задокументовано причетність одного з керівників так званого Луганської народної республіки. Кошти отримані від реалізації даного вугілля спрямовуються для фінансування террористичній діяльності ЛНР. Прослідується відповідне кримінальне провадження. Кладено арешт на близько 32 вагонів вугілля, яке збиралось дане, скажімо так, дане групування, вивезти за межі України в режимі експорту. Каким должен быть главний борец з коррупцією в Україні? В администрації президента в эти минуты проходит первый этап конкурса на должність глави антикоррупційного бюро. Подробності ми узнаємо у Романа Бачкалу, він з нами на зв'язі, він знаходиться там, на місці. Рома, здравствуй, расскажи, хто главний кандидат? Добрый вечір, Наташа. Действительно, сегодня состоялось первое заседання конкурсной комісії по избранию глави антикоррупційного бюро. Точнее, оно ще продолжається в эти минуты. Члены комісії ще не покинули зал заседання, открыл його президент. Петр Порошенко подчеркнув, що в обществі огромний спрос на ефективні действи властей по боротьбі з коррупцією, назвав коррупцію главним вызовом українському обществу і сказав, що відступати вже нікуди. Среді положительних примерів ефективній боротьби з цим недугом, президент отметив і зреді соседніх господарств Грузії, і країни Прибалтики, а зреді мирової практики отметив Сингапур. На наші з вами плечі, бо президент має свою частину відповідальності, ви маєте свою частину відповідальності, лягає величезне невантаження того, щоб з самого початку, з чистого листа, діяльність антикоррупційного бюро була такою, яка би викликала дуже високий рівень довіри суспільства. Главою конкурсной комісії був избран Рефат Чубаров. В конкурсной комісії він представлений по президентській квоті. Чубаров отметив, що його должність абсолютно техніческая. Що касається головного рішення, яке сьогодні должно бути приняте, це, собственно, объявлення о соискателі на вакантну должність голови антикоррупційного бюро. Член комісії в ці минути решає, яким требованням должен соответствувати кандидант, які професіональні требования к нему должны предивляться, і може ли це бути. Іностранний гражданин, судя по всему, буде принято рішення, що такі, да, може. Ну, а середі главних, так сказати, любимчиків сьогоднішніх преси, якраз таки був іностранец, єдинний іностранний представитель конкурсной комісії, і Джованни Кеслер, він є головою Європейського бюро по боротьбі з мошенничеством. В шутку його сравнивали з известним киноперсонажем Карадо Катани, і неслучайно в родной Італиї Кеслер эффективно боролся з мафією. І, як не раз було отмечено, одне участье Кеслера в процесі выбора в голови бюро є некою гарантиєю того, що цей процес буде безпристрастним і об'єктивним. Я думаю, що в ході дискусії ми зможемо принять рішення, які допомогуть в боротьбі з корупцією в Україні. Що касається конкретних імін будущого глави, то пока вони названі не були. На уровні слухів чаще всего звучить імя Богдана Ветвецького, бувшого федерального прокурора США, який має українські корні і на днях був замечений в Україні. Також звучат имена Михайла Саакашвили і двох бувших замістителей генерального прокурора Грузії, які запомнилися з ефективною боротьбою з корупцією. Що касається конкретних імін, то вони будуть сказані не поздніє 24 января. Спасибо. Рома Робан Бачкала був з нами на зв'язі з адміністрації президента. І ми продовжаємо. І вот, що у нас во второй части. Ходорковський і Кадыров, обвінення, угроза і лична вража. Що далі і при чому тут Франція? Нікаких бікінь і пушапів. Кем китайці заменят жінчин в рекламі автомобілів? Тривога, давління, депресія, гаджетозависимості. Кто в зоні риска? Уже с понедельника в Україні начнут выдавать биометрические загранпаспорта. Где его можно будет получить? Сколько это будет стоить? І коли система заработає на полную? Подробні Ірина Романова. В Каминовському пресс-центрі необычна апаратура. Фотоаппарат, зонтик і прибор, знімаючий відпечатки пальців. Це оборудовання для изготовлення нових для України биометрических загранпаспортов. Як все работает, сегодня демонстрирує прем'єр. Второй блок – це непосредственно снятие информации, геометрические данные. Біометрические данные – це оцифрованне фото владельця паспорта. Я додам попасть в эту рамку. Отпечатки пальців. Подождите, пожалуйста, лево-указательний палец. Теперь право. І оцифрованная подпись. Вся ця інформація заноситься на чип, он на первой страниці нового паспорта. Коли ми тестували це в своїй системі, більшіство милиціонерів не хотіли давати відпечаток пальців. Куди це буде все зливатися, хто буде проверять. Чип содержит закритую інформацію. Ізготовляти биометрические паспорта будуть не місяць, як сейчас, а 20 дні по ускоренной процедурі – неделю. Протягом 20 робочих днів складе 518 гривень 15 копійок. При оформленні біометричного паспорта протягом 7 робочих днів буде складати 775 гривень 30 копійок. Прем'єр дает задання. Срок витачи сократить еще. Разного рода посередников полностью убрать из схемы. У нас зараз є якісь посередники, чи немає? Ні. Скільки скрізь займається? Це позитивна новина. Тепер третє питання, яке мене турбує. Зараз людина повинна платити три квитанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Віддавать біометричні паспорта начнут с 12 января. Причем получить їх змогут даже діти. Но лише на 4 года. Взрослые же, як і раніше, на 10 років. С 1 січня видається два варіанти паспорта. Це паспорт з чіпом, тобто біометричний паспорт, і паспорт без чіпа. Оскільки законодавцем України передбачено, що кожна особа може відмовитися від біометричного паспорта. Тим, у кого срок дійсия старого загранпаспорта еще не істек, спешити міняти на біометричний, пока не стоїть. Але як тільки АЕС везет для України безвизовий режим, раскошелиться на документ с чіпом придется. Ірина Романова, Владимир Самченко. Подробности Телеканал Интер. Ситуату в Україні і можливість проведення самміта Нормандської четверки в Астані сегодня обсуждали в Берліні. Там состоялись переговори Ангела Меркеля с Нарсултаном Назарбаевым. Канцлер Германии і президент Казахстана встречались за закрытыми дверями і после беседы не давали журналистам комментариев. В то же время эти же вопросы обсуждали і міністр іностранних дел Нормандської четверки. Главні дипломати України, Росії, Франції і Германии провели консультати по телефону. В результате договорились встретитися лично 12 января в Берліні. Екстремисты набирають обороты. Кто може стать следующим после Парижа і чого боїться Великобритання? Светлана Чернецкая із Лондона. Великобритання ужесточає меры безопасності на границах. Прежде всего, це касається воздушних і морських ворот страни. На всіх пропускних пунктах усилено досматривають пассажіров. Проверяють автомобілі і товарі з Франції. Особое внимание к лондонському вокзалу Сент-Панкрас. Сюда прибывает поїзд «Евростар», соединяющий Париж і Лондон. Здесь усиленні патрули, вооруженні автоматами полицейських. Соединенне королівство боїться масштабних терактів. До цього часу нам вдавалось успешно предупреждати террористичні акти. Ми розоблачили немало заговорів, але чітко понимаємо, що должны постоянно бути на чеку. І события во Франції ще раз напомінають об угрозі, исходячій від ісламських екстремистів. Не добавила оптимизма і прес-конференція глави британської розвідки МАИ-5. Андрю Паркер признал, що правоохранительні органі просто не в сстоянии предотвратити всі попытки терактів на британській землі. Тим більше, що методи екстремистів становиться все з'ощренніє. Внешній розвідці країни стало известно, що група боєвиків Аль-Каїді в Сирії планирує очередну серію нападений на западні країни. І, звісно, Лондон наряду з іншими європейськими столицами знаходиться під ударом. Светлана Чернецька, Валентин Белич, подробності, британське бюро телеканала «Интер». Почему Ходорковський и Кадыров болезненно восприняли теракт в Париже і какими угрозами забросали друг друга? Об этом подробні. Данил Русаков із Москви. Кровавий теракт в Париже, на который мгновенно отреагировало медіа-сообщество, теперь одна із основних тем мирових інформаційних агентств. Як казалось, не тільки журналистів інтересуєт проїзшедші. Причина агрессивной заочной полемики между Михаилом Ходорковським і Рамзаном Кадыровым тож зв'язана з Францією і з ісламом. По словам оппозиціонера, реакцією на растріл редакції должны стать новою партиєю карикатур на страницах журналів. Вот этот пост глава «Открытой России» розмістил його в своєм твіттері. Находящийся за нескільки тисяч кілометрів від Євросоюзу, руководитель Чечни Кадыров отреагував молниеносно. Тепер він считає бувшого владельця ЮКОСа своїм личним врагом. Примечательно, что несколькими днями ранее похожее заявление сделал спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов. Кадыров сработав на Ходорковського де-факто. В том, что объявивши его своим личным врагом, он послал всем оппозиціонным средам, всем людям, которые недовольны Владимиром Путиным, четкий сигнал. Есть только один серьезный враг Кремля. Это Ходорковський. Впрочем, только лишь этим заочный разговор между Ходорковським и Кадыровым не ограничился. Руководитель Чечни глава Открытой России назвал преданным сторонником Путина, а после оппозиционер добавил, что такие угрозы, по его мнению, ничем не отличны от произошедшего теракта. На это заявление в Грозном пока никак не отреагировали. Однако сам факт такой полемики многим показался чрезвычайно интересным. Ведь отвечать, по всей вероятности, будут. Вот только каким именно окажется этот ответ? Данил Рузаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. В Новый год с новыми друзьями. Помощник госсекретаря США Роберто Джейкобсон едет на Кубу уже 21 января. Будет обсуждать миграционные вопросы. Такие переговоры стороны традиционно проводят каждые полгода, но главное, в этот раз обсудят возобновление дипломатических отношений между странами. Курс на сближение с Кубой Америка объявила в середине декабря, после вражды почти в полстолетия. Все это время Куба поддерживала тесные связи с Россией. Летом минувшего года Москва даже списала Гаване рекордную сумму долга, более 30 миллиардов долларов. Однако Куба все равно предпочла возобновление отношений с США. США сворачивают военное присутствие в Европе. В Пентагоне заявили о закрытии авиабазы Великобритании и еще 14 военных объектов на континенте. Это позволит оборонному ведомству США сэкономить полмиллиарда долларов в год. Сами базы передадут правительствами стран, на территории которых те находятся. Только из-за закрытия британской авиабазы в последующие несколько лет из Европы вывезут более 3000 военнослужащих и членов их семей. В то же время в Пентагоне планируют разместить в Британии две эскадрильи реактивных истребителей F-35S уже в 2020 году. В Ходорове Львовская область рухнула стена пятиэтажного дома. Это произошло в пять утра, когда все, естественно, еще спали. По невыясненным пока причинам обвалилась часть фасада рядом с лестничным пролетом, где находились помещения для сушки белья. С первого по пятый этаж. Жилые квартиры не повреждены. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время спасатели разбирают завалы. Дом временно отключили от газоснабжения. Из-за повреждения газовой трубы. Стена не есть несущая, то же загрозы в подальшем для руйнования житлового будинка нема. Також нема и загрозы для местных жителей. Нема потреба их отселять или переселять. По Львовской области фермер бросил без присмотра весь свой личный зоопарк. Еще летом мужчина запер на своем подворье всех этих несчастных животных, декоративных птиц в клетках, страусов, лам, пони, без еды, без воды. И уехал в неизвестном направлении. Только спустя шесть месяцев кто-то из местных жителей вызвал волонтеров. Большинство животных умерли. Выжили только семь овечек, два пони и лама. Животных освободили и увезли со злосчастной фермы в приют. Все спасенные в крайне тяжелом состоянии экологов шокировало. И поведение местных чиновников, которые, зная о заброшенном зоопарке, бездействовали. Приехали до сельского головы. То есть, скажем, у вас такая ситуация в селе появляется. Он говорит, да, я знаю, что происходит такая ситуация. Но ничего он из этого не делал. Начали нам рассказывать, что это очень хороший человек, который на церкви дает деньги. Там капличку побудовал в селе. И написали заяву про жестокое поводление с тваринами. Что делать, если папа в АТО? Как с помощью интернета наблюдать за жизнью своего ребенка, находясь на войне? О вынужденном онлайн родительстве подробнее. Марина Коваль. Эти фотографии хроника жизни маленькой Ириски. Так называет дочку папа. Вот она первый раз сама держит бутылочку. А здесь в костюме панды. Взагалі, вона задоволена життям. Постійно, практично. Вона посміхається. В неї не буває такого дня, щоб вона не посміхалась. Фотографировать дочку каждый день попросил папа. Он военный контрактник. В зону АТО его отправили в июле прошлого года. Тогда Инна была еще на шестом месяце беременности. А когда супруга рожала, Артур уверяет, хоть и был за 2000 километров, почувствовал это и мысленно был все время с ней. В 19.40 мне закололо ребро. Я перезвонил женце, и она испытывала, когда я народила. Сказала, что в 19.40. Это как знак был. Сейчас Артур в отпуске. Ему повезло на праздники попасть домой. От дочки не отходит. Инна признается, что без мужа одной трудно. Хорошо, что родные помогают. На время она переехала к родителям. А как по-другому? Треба быть сильной? Звичайно, звонимось, когда он не там. Она с ним говорит, она его слушает с телефона. Такий в ней здивованный сразу погляд. Она пытается где-то там расследить, где он там в телефоне засел, когда он с ней говорит. Через два дня Артур снова возвращается на фронт. Объясняет дочке, почему. Чтобы она тут спала спокойно с мамой. Чтобы все было доброе. Чтобы всегда плохие дяди не пришли. В сегодняшней хронике маленькой Ирочки будет несколько фотографий. Вот она, героиня сюжета для нашего телеканала. А это на семейной прогулке. Мама обещает продолжать вести съемки и выставлять фотографии дочки в интернете, пока папа не вернется домой насовсем. Марина Коваль, Юрий Ковалев, телеканал Интер, Закарпатская область. Донорство в Украине входит в моду. Кто торопится поделиться своей кровью, что может стать помехой и как стать донором, расскажет Людмила Горбач. В коридоре возле актового зала целый взвод курсантов. Это очередь желающих сдать кровь. Кто-то уже сдавал из вас кровь. Кто за расчерзистые детки? Нет. Все будущие доноры не волнуются и не боятся. Ну, или вида не подают. Важный день сама кирует своим телом. Одного желания мало, отбор строгий. Каждый четвертый курсант-доброволец донором так и не стал. Банальная простуда, уже помеха. Вместе с рядовыми бойцами комиссию проходит даже генерал-майор. Начальник киевской милиции Александр Терещук донор со стажем. Кровь сдают второй раз в жизни. Это раньше силовики кровь сдавали для гражданских больниц. Теперь больше нуждаются госпитали Минобороны и МВД. С началом боев на Востоке поток пациентов увеличился в несколько раз. Кровь сдают вся страна. Об этом массовом заборе руководство училища с медиками договаривалось еще до Нового года. Это не добровольно промыслово, это добровольно 100%. То, что у нас нараховывается на 350 курсантов, добровольно выявили 160 человек. Кого именно спасет его кровь, Андрей не знает, но верит, делает что-то важное. Несколько друзей курсанта служат на передовой. Пока, слава богу, все в строю. Выбирались? Нет, не страшно. Я не знаю, с нами, кажется, захотелось. Медикам пришлось работать с курсантами два дня. За один при всем желании не справились бы. Добровольцев очень много. Людмила Горбач, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер. 25-летний отпуск. Шанхайский автосалон, который прощается с бикини. И сын Джеки Чана признал свою вину. Об этом мне только в нашем обзоре. Отпуск в более чем 24 года прервало увольнение. В Индии отправили в отставку сотрудника Центрального департамента общественных работ из Нью-Дели. Инженер-электрик ушел в отпуск еще в декабре 1990-го. Из него так и не вернулся. Прогульщика обещают оштрафовать, но сумму пока не разглашают. Хэппи-энда не получилось. В Пекине сына Джеки Чана осудили на полгода тюрьмы за распространение наркотиков. Еще в августе у 32-летнего Джейси Чана полиция обнаружила 100 граммов марихуаны. Подсудимый признал свою вину. Джеки Чана ранее заявил, что шокирован арестом сына, но не намерен помогать ему уйти от правосудия. Как заправить машину с пятой попытки? Мастер-класс проводит героиня нового ролика, буквально взорвавшего сети. На видео женщина подъезжает к стойке с заправочными пистолетами, но обнаруживает, что бах с противоположной стороны автомобиля. Лишь с пятой попытки маневры на заправке увенчались успехом. Видео за 10 дней собрало почти 12 миллионов просмотров. «Назад в будущее» в кроссовках с автоматической шнуровкой. Компания Nike в этом году планирует выпускать спортивную обувь, как у героя Марти Макфлай из картины «Назад в будущее 2», действие которой происходит как раз в 2015 году. Кроссовки будут иметь подсветку и специальный механизм автоматической шнуровки. Автосалон в Шанхае рискует потерять привлекательность. Организаторы события потребовали, чтобы компании и участники не использовали женщин-модели. Для рекламы своих авто. Китай активно борется за общественную мораль. Девушки в откровенных нарядах – неотъемлемый атрибут многих автосалонов. Зачастую они привлекают гораздо больше внимания, чем сами новинки автомобильной индустрии. Тревога, повышенное давление, учащенное сердцебиение – это не симптомы болезни, а лишь отсутствие смартфона у любителя гаджетов. Американские ученые провели эксперименты с участием владельцев айфонов. И выяснили, если человек в силу каких-либо причин остается без любимой игрушки, у него зачастую наблюдается ряд психологических и физических расстройств. Информация постоянно обновляется на нашем сайте подробностей.ua. В прямом эфире мы увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok